Что должен знать каждый фронтенд-разработчик? Что устроится в Яндекс, возможно, всего за 48 часов на Weekend Offer Frontend Яндекс 27 и 28 мая? Наконец-то до острова Калининград добралось это. Вершина китайской инженерной мысли. Результат неадекватной селекции. Материнская плата, у которой под этой точёной, толстенной на ЧПУ крышкой, 14-ядерной, 20-поточной мобильной Core i7. Из хорошего такого ноутбука. Возможно, сгоревшего в эпоху майнинга. Во всём другом, это обычная материнка, подписчики нашей телеги её уже видели. Пару слотов PCI-Express, два слота DDR4, два M.2. В общем, всё, что мы привыкли видеть на обычных дешёвых досках. А если прямо сейчас вы поставите на паузу, перейдёте в наш телеграм-канал и нажмёте на кнопку «Участвую», не забыв подписаться, вы автоматически станете потенциальным владельцем этого Франкенштейна. Если он, конечно, кому-то нужен. Ровно через две недели мы отправим её или его и два наших брендовых костюма случайным победителям. Если уже прошло две недели, просто ставьте лайк. И давайте посмотрим, на что способен этот мобильный i7, как он греется и есть ли смысл покупать такого мутанта. На связи МК, сегодня обзор платы, время которой ещё не пришло. И для начала, что это вообще за фирма Эринг? Известно о ней крайне мало, свой магазин на Алиане открыли в этом году, то есть это прям китайский стартап. И никто бы про них не узнал, если б не интересная киллер-фича. Китайцы берут мобильные процессоры с 10 по 12 поколения, в том числе инженерные, и распаивают на десктопных платах. В сети уже есть на них обзоры, мы решили взять самый свежий Frankenstein с релизным Core i7-12700H. Такой процессор имеет 6 больших ядер с бустом до 4,7 ГГц и 8 малых с бустом до 3,5 ГГц. Из десктопных процессоров ближе всего находится i5-13500, у него такая же ядерная формула, только турбобуст слегка выше до 4,8 ГГц. Но вы только взгляните на саму плату. Полностью новая и самобытная, ни один из брендов такие решения не предлагает, и я думаю, внимательные зрители уже обнаружили интересный нюанс материнки, на ней нет чипсета. При этом Аида бодро рапортует, что плата на обычном B660. А все потому, что мобильные процессоры Intel, в отличие от десктопных, имеют два кристалла на одной подложке. И как раз второй чип и играет роль чипсета. Но все же тут явно не полноценный B660, так как даже верхний слот PCI-Express работает в режиме 4.0 x8, хотя физически он x16. Это не проблема, большинство современных видеокарт уже идут на PCI-Express 4.0, и по скорости 8 линий на нем выступают как 16 линий PCI-Express 3.0. Как показывают тесты, такого без проблем хватает даже для карт уровня RTX 4090, которые явно сюда никто ставить не будет, хотя плата выдержит, слот у нее металлизированный. А вот пара M.2 абсолютно стандартная, поддерживает только NVMe диски по протоколу PCI-Express 4.0. Тесты на быстром Adata Legend 960 показали, что никаких урезаний по скорости тут нет. 7 гигабайт в секунду на чтение и 6 на запись в обоих слотах, то есть все 4 линии PCI-Express 4.0 работают как надо. С портами SATA у платы не густо, как и с USB, зато есть пара HDMI и DisplayPort, то есть к ней можно подключить 3 монитора. Мобильная встройка Iris Xe, графика бодрая, мы ее еще протестируем. В целом по оснащению плата походит на самые простые решения с H610, на это же намекает всего два слота ОЗУ. Теперь к тестам. В качестве ОЗУ я использовал два модуля Adata Spets Tricks D50 по 8 гигабайт с частотой 3600 МГц и 18-ми таймингами. И вот здесь нас ждал первый сюрприз. Да, память нормально определяется, все 16 гигабайт, и после активации разгона есть возможность менять тайминги и применять XMP профили. Проблема лишь в том, что плата в своем древнем сером биосе просто не дает возможность выбрать частоту ОЗУ выше 3200 МГц. И это еще одно подтверждение того, что чипсетом B660 тут и не пахнет, который держит 3600 МГц. 3200 – это потолок обычный H610. Вручную удалось слегка ужать тайминги до CL18. Конечно, скорости чтения и записи рекордными не назовешь, порядка 47-48 гигабайт в секунду, при этом задержки почти 90 нс. Увы, как и большинство мобильных процессоров, здешний 12700H работает по умолчанию в режиме Gear 2, то есть контроллер памяти работает на половине частоты ОЗУ, что и приводит к печальным задержкам. Такой режим нужен для экстремального оверклокинга, и 3200 МГц явно не тот уровень. Но, увы, возможности включить Gear 1 в биосе нет, поэтому придется мириться с задержками уровня первых райзен. Хотя, в целом, такой разгон ОЗУ в случае с 14-ядерным CPU узким местом точно не станет. С охлаждением тоже есть нюанс. Так как мобильный процессор ощутимо тоньше десктопного, китайцам пришлось городить медно-алюминиевый переходник, чтобы получить нужную высоту. При этом используются не прямоугольные крепления для LJ1700, а квадратные для LJ1100 серии. И это даже лучше, кулеров с ними гораздо больше. Увы, обычным боксовым кулерам обойтись не получится. Хотя процессор имеет TDP всего 45 Вт, китайцы позволили ему потреблять до 110 в пике и до 95 Вт на долгосрок. Поэтому башня хотя бы уровня Гамма X200 с парой теплотрубок обязательно. При этом расстояние от процессора до слотов памяти очень маленькие, и мне пришлось поставить второй вентилятор на башне выше. Коннекторы тут под вертушки всего два, и один из них уж совсем пассивный. Тестировать будем на 11 Винде, так как только она умеет правильно рулить большими и малыми ядрами. Никаких проблем с ними не было, все драйвера встали, включая на сети звук. Наш 12700H не инженерник, релизный камень и CPU-Z абсолютно верно определяют все 14 ядер и 24 МБ кэша. В бенчмарке CPU-Z мобильный камушек выбивает больше 7000 попугаев, выступая на уровне некогда топового 10-ядерного Core i9-10900K. А вот после стресс-теста CPU, FPU и кэша в AIDA64 я окончательно расстроился. Даже под хорошей башней температура мгновенно взлетает до сотни градусов и начинается троттлинг. Частота больших ядер колеблется около 3,2-3,6 ГГц. В Cinebench R23 ситуация аналогичная. Частота около 3,3 ГГц и тепловой троттлинг процессора. При этом 14-ядерный i7 выбивает чуть меньше 14 тысяч попугаев, что лишь на 10% быстрее i5-12400, у которого также 6 больших ядер и нет малых. Почему так? Ну, наверное, китайцы сэкономили на термопасте. В телеграме нам сразу посоветовали сменить ее на чипе. Под крышкой, правда, была обнаружена странная серая комкообразная субстанция в огромных количествах. Мажем вместо нее MX-4 и те же самые моментальные 100 градусов в Аиде. При этом частоты падают еще сильнее, аж до 2 ГГц. Повторное вскрытие показало, что отпечаток термопасты на переходной крышке минимален. И тут все становится понятно. Китайцы здорово перестраховались. Зазор между кристаллом и крышкой слишком велик. Причина понятна. Так точно не получится сколоть края инженерного чипа при установке массивного кулера. Ну и теплоотвод при этом здорово ухудшается. Нужно наваливать термопасту с горкой. Жидким металлом пришлось бы сильно колхозить, так как края переходной крышки сделаны из алюминия и нужно их изолировать. А чтобы миллиметровый слой жидкого металла не вытек, нужно делать бортики вокруг кристалла. С учетом того, что любая протечка может быть фатальной, понятно, почему китайцы этого не сделали. Я поехал в ближайший магазин и купил самую теплоотводную термопасту AeroCool Fusion с 13,5 Вт на метр на Кельвин. Это в полтора раза выше, чем у MX4. Налил не скупясь и ситуация стала лучше. Но все равно на тоненького. Процессор продолжает греться до сотни градусов и потребляет в жестком тесте AIDA64 теперь около 90 Вт. То есть работает близко к разрешенному лимиту. Поэтому дополнительное улучшение системы охлаждения на производительности уже практически не скажется. В Cinebench результат тоже слегка подрос, чуть больше 15 тысяч баллов. В целом это результат около 10-ядерного десктопного i5-13400. Казалось бы, есть гарантированный способ снизить аппетиты. Андервольтинг. Соответствующие параметры даже есть в BIOS. Но эти значения применяются только формально. Управление напряжением не работает, даже если отключить защиту от андервольтинга. Утилита Throttle Stop тоже не помогла. Изменение любых параметров, связанных с напряжением, заблокировано. Так что BIOS тут явно полурабочий. И при этом более нового, по словам продавца, нет. Так что жор под 90 Вт и нагрев в сотню градусов в тяжелых задачах, увы, убрать не получится. При этом 7 фаз зоны питания, 4 из которых идут на ядра процессора, несмотря на то, что верхнее и нижнее плечо каждой фазы набрано из истинно китайских транзисторов Xiamen, привет Хуананам, даже спустя 20 минут прожарки в Аида максимальный нагрев ниже 80 градусов, что можно назвать хорошим уровнем. И несмотря на все эти проблемы, поначалу я даже думал оставить эту плату себе, продать свой 9700 на Z390 и сидеть на этом мутанте. Для меня куда важнее рабочие нагрузки, но после тестов в премьер я окончательно передумал. Рендеринг 3-х минутного 4К ролика с парой тяжелых эффектов также разогрел чип под сотню градусов, отчего тот сбрасывает частоту к 3 ГГц, потребляя 70-80 Вт. Монтажить это в целом не мешает, премьер работает шустро, но все еще такой Франкенштейн с мобильным Core i7 явно не лучший вариант под рабочие задачи. Мой 9700K справился с этим же роликом на 30 секунд быстрее. Но давайте будем объективными. Никто не будет брать такую доску для работы. Основное ее применение, очевидно, игры. Более того, i7-12700H интересен еще тем, что здесь стоит самая быстрая встройка Intel Iris Xe с 96-ю вычислительными блоками. Она полностью работоспособная, хотя синие драйверы оставляют желать лучшего. Пришлось их сносить и ставить последние с сайта компании, чтобы убрать рандомно возникающие микрофрезы. Привет видеокарте ARK A380, с которой я тестил мобильный процессор в начале. Но, надо сказать, Intel хорошо бустанули интегрированную графику. В Dota 2 в Full HD на высоких настройках графики можно получить 40-50 кадров в гуще боя. Разумеется, если снизить настройки до средних, можно получить за 60 кадров в замесах. Так что играть абсолютно комфортно. Процессор потребляет около 60 Вт и греется около 70 градусов. При этом бустит выше 4 ГГц. Стройка стабильно держит максимальное для нее 1400 МГц. В CSGO ситуация еще лучше. На низких настройках графики в Full HD кадры почти всегда за сотню. Так что к этой интегрированной графике вопросов никаких нет. Она вполне выдает уровень дискретной GT 1030. Расчехляем тяжелую артиллерию. Мою основную рабочую карточку RTX 3080 Ti. Справится ли с ней 14-ядерный мобильный Core i7 и как будет греться? В атомном сердце в Full HD на атомном пресете графики крошить взбунтовавшихся роботов в салат можно при сотне кадров в секунду. Процессор при этом греется до 80 градусов с пиками под 90, но удерживает максимальную частоту в 4.1 ГГц на большие ядра, потребляя порядка 60 Вт. Видеокарта при этом нагружается почти полностью, на 85-90%, так что с картой уровня RTX 3070 мобильный анлокнутый i7 справляется без проблем. А вот в Киберпанке в Full HD на пресете трассировка лучей Ultra система охлаждения уже не справляется. Даже в бенчмарке процессор взлетает к сотне градусов, а частота временами проседает на пару сотен МГц. При езде по городу ситуация еще хуже, частота может падать до 3,5 ГГц, а FPS до 55-60 кадров. И дело тут не в видеокарте. Она как раз прохлаждается, будучи нагруженной всего на 70-80%. Увы, нагрузка на CPU в Киберпанке настолько высока, что потребление процессора улетает к 90 Вт, и охлаждающая крышка перестает справляться. Ну и под конец одна из красивейших игр современности Plague Tale Requiem. С движком Unreal Engine 5 процессор справляется отлично. На ультра настройках графики с трассировкой лучей и DLSS на авто можно получить около 80-90 кадров в тяжелых локациях. В системе охлаждения приходится туговато. Процессор легко уходит по потреблению за 70 Вт и греется под сотню градусов. Но частоту не сбрасывает, хотя и видеокарту на полную не загружает. Все-таки 3080 Ti, перебор для мобильного камешка. Что в итоге? Плата оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, тут многое от Хуананов, схожая элементная база, не самого высокого уровня. Такие же полурабочие BIOS и слегка покоцанный бэушный процессор с ноутбучной фермы. Но с другой стороны, Xeon из Китая берут именно потому, что это дешевый способ получить сколько-нибудь современный игровой или рабочий компьютер. Поэтому им можно простить проблемы с настройкой, не самую стабильную работу. Но в случае с этим, за плату с i7-12700H придется отдать уже 24 тысячи рублей. И за такие деньги оно того вообще не стоит. Даже увеличенный теплопакет вдвое относительно официальных 45 Вт от Intel не позволяет процессору стабильно бустить выше 4 ГГц под серьезной рабочей нагрузкой. Играться с TDP китайцы не дают, да и в этом нет смысла, так как переходная крышка с большим зазором не может отвести даже 90 Вт. Андервольтинга нет и как итог в тяжелых вычислительных задачах температура моментально взлетает к сотне градусов с ощутимой просадкой частоты. В работе это можно было бы простить, но даже игры тут легко греют мобильный i7 под 90 градусов. В результате 14-ядерный мобильный Core i7 выступает на уровне 10-ядерного i5-13400, который на Али стоит 16 тысяч рублей, а схожая плата на A610 обойдется еще тысяч в шесть. То есть такой комплект окажется по стоимости даже дешевле, при этом не будет проблем с охлаждением и большими задержками ОЗУ. А если докинуть еще пару тысяч, чтобы сравнять цену, можно замахнуться на плату на B660 чипсете, где будет разгон памяти и апгрейд в будущем. В общем, брать такую плату я не рекомендую, разве что хочется прикоснуться к чему-то необычному. Но для этого вы можете перейти наш телеграм-канал и нажать на кнопочку «Участвую». Обвинять китайцев в завышении цены я не могу, только 14-ядерный i7-12700H у Intel стоит 500 долларов или 40 тысяч рублей. Понятно, что это бэушный камень, но с учетом дороговизны мелкосерийной платы, едва ли китайцы на этом очень много зарабатывают. В любом случае, идея интересная, здесь есть куда расти и развиваться. И если стартап-эринг взлетит, возможно, через год-другой мы увидим адекватную замену Xeon на свежей архитектуре с производительностью, достаточной для работы даже с топовыми видеокартами. В общем, эта ревизия пока никуда не годится, ждем исправления ошибок и в нашем телеграм-канале в вас, друзья мои, и в ВК. Уверен, что если вы интересуетесь технологиями, вам там точно понравится. Поздравляю всех с праздником Великой Победы! На связи Белл МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Ссылочки в описании. Пока.